Вестибулопластика со свободным десневым трансплантатом. Ранее мы рассмотрели с вами на предыдущих слайдах забор свободного десневого трансплантата, методы его фиксации и варианты операций, в которых его можно применять. Сейчас мы с вами поговорим о конкретной операции вестибулопластики с применением свободного десневого трансплантата. Метод самой вестибулопластики классический, ничем не отличающийся от традиционного рассечения скальплем по мукогенгивальной границе проводится. Иссекаются слизистые мышечные тяжи. Особенности здесь от той, может быть, традиционной техники, которую вы все знаете, они не отслаиваются тупым методом, то есть распадером или еще каким-то инструментом. Они именно иссякаются острым способом скальпелем 15С. Также мы одномоментно с иссечением действия мышечных тяжей и проведением самой непосредственной вестибулопластики готовим принимающие ложи для свободного десневого трансплантата. Это очень важный процесс, потому что, как вы помните, от питания рецептентного ложа будет зависеть выживаемость нашего свободного десневого трансплантата. Итак, подготовка принимающего ложа. Вы деэпитализируете скальпелем всю поверхность с межзубными сосочками в области зенитов рецессий и в области аппроксимальных контактов таким образом, чтобы соединительная ткань и надкосница осталась на принимающем ложе. Таким образом, подготовка принимающего ложа закончена. Мы приступаем к забору свободного десневого трансплантата. Фиксация свободного десневого трансплантата. Итак, мы совершили подготовку принимающего ложа, вестибулопластику непосредственно, забрали свободный десневый трансплантат, теперь нам его требуется зафиксировать. Как это выполняется? Первичная фиксация проводится одиночными подливидными швами, простыми узловыми. Каждый межзубной сосочек пришивается трансплантат. Далее, я напоминаю вам, что мы избегаем излишних проколов в области трансплантата. Мы фиксируем вертикальным прижимающим крестообразными швами весь трансплантат, около каждого поверхности зуба, около каждого корня. Мы фиксируем вертикально прижимающий крестообразный шов. Давайте разберем этот шов, потому что я думаю, что с одиночным подливидным у вас проблем не должно быть никаких. А вот этот шов вертикальный крестообразный, он достаточно несложный, применение очень часто используется и будет вам везде полезен. Итак, первый вкол делается от зуба всегда медиально. Вкол и выкол будут параллельно за границами трансплантата. Вкол и выкол параллельный. Потом вы прокалываете также медиальный зубной сосочек, обвиваете нитку орально за зубом, выходите в дистальном межзубном сосочке и завязываете ниточку. У вас получается вот такой крест. Он плотно-плотно прижимает ваш свободный десневой трансплантат. В чем суть применения здесь свободного десневого трансплантата, вы также можете или частично, или полностью закрыть одномоментно и рецессии, и углубить преддверие полости рта, выполнить вести баллопластику и достичь нескольких задач, решить посредством одной операции. Но также вы правила при фиксации трансплантата вы помните про мертвые зоны, поэтому размер трансплантата здесь тоже будет очень важен. Мертвых зон должно быть в два раза меньше, чем площадь всего трансплантата. мертвых звуков в два раза меньше, еще раз я вам повторяю, чем получить самого трансплантата. Если их будет больше, трансплантат умрет. Клинический пример. Итак, вы наблюдаете исходную клиническую ситуацию. Мелкая преддверие полости рта, мощный слизистый мышечный тяж в области зубов 3.1 и 4.1. Вы наблюдаете также вестибулярный, фотопротокол. Здесь очень хорошо видно слизистый мышечный тяж также. Отсутствие прикрепленной десны в области рецессии 41 зуба. Отсутствие прикрепленной десны и рецессии уже начавшейся у боль межзубного сосочка в области 31 зуба также. На данной фотографии вы наблюдаете, как высоко проходит мука генгибальная граница в зоне операции. Но мы ничего не меняем, независимо от этого. И разрез будет проходить именно по этой мука генгибальной границе. На фотографии вы видите подготовленное, принимающее рецепиентное ложе, проведенное уже вестибулопластика, иссечены слизистые мышечные тяжи. Обратите внимание, что это мощный вот этот тяж, который был между двумя центральными резцами. Его нет, мы его иссекли, не отодвинули, а именно иссекли. И обращаю ваше внимание, в связи с тем, что здесь достаточно неприятная зона для питания нашего трансплантата, именно в этой операции была проведена дополнительные созданы площадки, аппроксимально от каждого вертикального разреза, который вы наблюдаете. созданы такие карманы по типу туннеля или карманы рацки, и туда будет потом заведен трансплантат для дополнительного питания. Потому что здесь есть риски из-за ротации зубов, из-за большой поверхности корня, которую надо закрыть. Ну и конечно, то, что мы еще ожидаем, что мы сможем помочь сосочку восстановиться в этом участке, который уже начал убывать. Обработка поверхности корня была выполнена в протоколе, как всегда, ультразвуковая обработка, экспозиция ЭДТА 17% в 2 минуты после облильного промывания. Сейчас вы на фотографии видите обработку в области рецессии зоноспецифических куретов, удаление импрегнированного слоя ДЕНТИНА в области рецессии. На фотографии вы видите только что забранный свободный десневой трансплантат необходимого размера. Это демонстрация сглаживания, адаптации краев трансплантата, то есть такая небольшая именно депетерализация только по самому крашку, по периферии, по периметру трансплантата. Весь трансплантат мы недоэпитеризируем. Это свободный десневой трансплантат. Фиксация трансплантата в данном случае он фиксируется в эти дополнительные кармашки швом на вожжах. Давайте мы его разберем на этом клиническом примере. У нас будет с вами еще отдельный урок по швам, но вот сейчас я его хочу, чтобы вы увидели, как он выполняется. Вкол делается в туннелированные пространства снаружи вестибулярно. Первый вкол ближе к зубам выполняется. Ниточка, иголочка проходит в туннеле, в кармашке, выходит вкол в трансплантат, делается петля в трансплантате, вкол недалеко, рядышком выходит игла, и потом вы делаете последний вкол внутри кармана, так, чтобы свободно игла и нитка там двигались, и таким образом, как будто бы на вожжах затягиваете туда свой трансплантат. На фотографии вы видите зафиксированный с двух сторон швами на вожжах трансплантат, и также одним швом между зубном промежутке между зубами 41 и 31 он фиксирован узловым швом, одиночным. На фотографии зафиксирована слизистая, сейчас вы обратите внимание, вот этим сиреневым шовчиком резорбируемым, это слизистые губы зафиксированы внизу в новом положении, и эта картина, как выглядит трансплантат. Но я посчитала, что он недостаточно прижат, мне показалось, что у него есть какие-то мертвые пространства, неприлегания, и сейчас продемонстрирую вам, как это получилось на следующем слайде. Вот было принято решение зафиксировать его вот таким вот крестообразным горизонтальным швом, который бы одномоментно и прижимал и его, и туннелированные карманы к нему, дополнительно создавая питание. На фотографии вы наблюдаете ушитая донорская зона, забор был произведен традиционным прямым методом методом окна, ушито все под гемостатической губкой, непрерывными крестообразными швами. Кэтгут. Продолжение следует... Продолжение следует...